Владимир Золотарёв служить пошёл по первой волне мобилизации. Попал в Харьковский погранотряд, который защищал границы Украины в Луганской области. Рассказывает, часто попадали под миномётные и артиллерийские обстрелы. В одном из них получил тяжёлое ранение в области бедра. После демобилизации бойцу выделили 12 соток земли в посёлке Коротич. Как правильно оформить документы на земельный участок, Владимир пришёл проконсультироваться с юристами. Я с юридическими сторонами правильности оформления документации не очень часто сталкивался. А не зная правильности оформления, надо хотя бы знать, где подавать эти документы и как правильно их писать. Очень хорошо, что сейчас появляются такие организации, центры, которые состоят из, как говорится, побратимов, которые действительно были в этой зоне и понимают, ну мы, как говорится, понимаем проблемы друг друга. Основные вопросы, с которыми обращаются участники боевых действий, это получение и реализация льгот, открытие собственного бизнеса, а также получение земельных участков. Участники АТО имеют на это первоочередное право. Это земля в области, два вида, 12 соток под дачный участок, 2 гектара под особистое сельское господорство. Это земля в месте Харькове, это 10 соток под собудову, земля под гараж и квартира в месте Харькове. И мы помогаем участникам боевых действий в реализации этих вопросов. Программа бесплатной юридической помощи участникам АТО начала действовать полгода назад при поддержке областных и городских властей. Здесь бойцы могут получить консультацию и помощь от квалифицированных юристов. Также сюда могут обратиться и члены семей участников боевых действий. Надеемся, что не один год мы будем работать за такой программой, оскільки действительно видим результативность от нее. Есть журналы регистрации, люди, которые обратились за юридической помощь. Есть также журнал отгук, где участники АТО могут оставить свои зауважения, рекомендации. В Харьковской области статус участника боевых действий имеют 7150 человек. Однако с его получением нередко возникали трудности. Юристы помогут решить и этот вопрос. Были такие моменты для получения удостоверения боевых действий. Некоторые ребята больше, чем полгода получали его. Хоть документы уже были собраны, они уже на оформление должны были якобы пойти. Люди продолжали защищать свою страну. Это все где-то консервировалось. Бесплатную юридическую помощь уже получили более 450 человек. Ксения Ручко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».